Мы сильно обрадовались, что коронавирус вам, китайцы, отправили. Из-за того, что вы дома сидите на интернете, зарплату бесплатную получаете. А бедные родители, у кого четверо детей, у кого двое, у кого один, дома с утра до вечера их с ними сидит и домашнюю работу оставляет, и всё оставляет, и с ними занимаются. А учителя сидите на интернете, бесплатную зарплату получаете. Дети с утра до вечера в школе, находясь, еле понимают объяснение учителя, а дома они, как вы думаете, понимают что-нибудь от родителей? Вы мне это объясните? Это несправедливо. Какую чужие сёки? Оставьте вот это интернетное занятие. Дети в школе учителя еле понимают, а дома они всё равно не поймут. И маму отвлекают, и папу отвлекают, и домашняя работа у родителей остается. Так что вам не стыдно зарплату бесплатную получить через интернет. Это всякий может. Извините за... Конечно, может, Крубова к вам обратилась, но бессовестную работу вы делаете. Доброе утро. Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно. В телефоне не видно, камера дурацкая. Сто причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. Мария Михайловна, я захожу в телеканал Елярна, а там вас не видно. Доброе утро. Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно. В телефоне не видно, камера дурацкая. Сто причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. А че, разве нельзя сделать так? Детей отправить в школу, школу закрыть на карантин. Я бы им кушать носила, с удовольствием, всем четверым. А то у меня уже нервный тик начинается. Папа, ты уже, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты. Мария Михайловна, я захожу в телеканал Елярна. А там вас не видно. Саламас, папай. Ағайма, 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 кіміз. Бұның әр қайсын, сабағын, әр ваққа бір. Бергіліп жіберсендер, жүйдің барын жанжалығымай. Бәрін сабағын бірге, біргізге жібер жібердіңізді, ғаз, үйдіңіз. Ушақ телефон бар, жанжалы болатыр, ғаз. Кім сабағы ағайсы, бәрін бірде жібер басындар, ғаздар. Еп, бір, сегінші күл ағыз, торынші күл ағыз, бірінші күл ағыз, айтыр кеш-кеш өр. Сабағын тақырығы, допты ыңғайлап алып жүру техникасы, қауіпсізді кережелері. Оқушылар, мен сеселікі жіберемін, видео сеселікі сеселікі соған қарап, сабақты орындайсыңдар. Апай, сізді де ойпай қосылып тұрмам, нәрің нұрасқыдың ойпайы қосылмайтыр. Скажите, пожалуйста, что дали задам? Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели. Я тоже не понимаю, для чего вы дети школу отправляют, чтобы родители на WhatsApp сидели, что ли, домашние задания спрашивать это все. А для какого хрена вы дети школу отправляют по WhatsApp? Спешили, ушли, звону звенели и бегом вышли из класса. Так разве бывает, что ли? Пусть нормально сидят в классе и смотрят, какие задания дают и что дают. Задам ничего не дали, только все вперед. Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают, окружающий мир пять листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. Им вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они? Из детей вункердердердер, вункеркиндами, блин, хотят делать. Уважаемая Гульмира Жакеновна, это первая и последняя мною написанная задача. Больше я заниматься с ребенком не буду. Нас-то хуело уже. Честное слово, вот извините меня за выражение, нас-то хуело. Ничего ребенок не умеет писать, ни буквы прописные, вообще ничего. У меня такое ощущение складывается, что вы занимаетесь только с теми, с кем вам удобно. Чьи мамы ходят, улыбаются мило, в зубы вам смотрят. И те мамы, чьи родители, ой, те дети, чьи мамы учителя. Вот и все. Те дети, кто отличники, а такие, как наши, блядь, шалтай-болтай, привозные-увозные, Вы с ними нахуй даже не занимаетесь. Ой, Рахат Арганбекович, давайте по видеозаписи попробуем так, чтобы напрямую. Мы будем показывать, но этот, ноутбук, кунделик, включим, и вы будете показывать, куда что нажать, иначе я его убью нахуй. Теперь я больше никогда не скажу про слово, пожалуйста, можно я буду дома учиться. Я вот сейчас в школу буду ходить с радостью, вот школа начнется, я туда с улыбкой пойду, маршем, блин, хоть как, с припрыжечкой вот так пойду, и буду вот с улыбкой смеяться, обнимать всех учителей подряд. Я тоже звонила, писала этой, как она, Семина, она типа тоже сказала, что это домашнее задание и классная работа. А ты нам ее, блядь, объяснила, эту классную работу? А вы что, блядь, дети у тебя, блядь, за классную работу за 45 минут выполняют три задания, блядь, и быстро переводят, перевод своими, а, близко, не близко к тексту. Мы что, блядь, через строчку должны переводить это? Короче, девочки, позвонила я Светлане Михайловне, никто пока немецкий ничего не делает, я сказала, я не буду это делать, ни один родитель это не будет делать, все возмущены. И предел, я говорю, я буду или звонить в образование, говорю, или Светлана, это как, она говорит, Кать, вы успокойтесь, типа, пожалуйста, говорит, пока ничего не делайте. И не собирайся пока, и потом не собирайся. Потому что она нахуй со своим немецким, он мне нахуй не усрасывает этот немецкий язык, блядь. Пусть я сама его пускаю, она его сама хуй знает, этот немецкий. У меня, блядь, правда, меня накроет нахуй скоро, блядь. С одним уроки делаешь, блядь, ладно, хоть я не знаю там, блядь. И то, физкультура, тест, блядь. Че ебанулися, нахуй? Я не знаю, блядь, по музыке, блядь, песню, блядь, послушать там, блядь, в пещере коня, блядь. А че, блядь, не Владимирский Централ, нахуй, я не знаю. У меня уже, блядь, крыша едет, нахуй, с этой мудой. Я Светлане Михайловне, я ничего не буду делать. Нахуй все пошли, блядь. Мне за это никто не платит, а им платят, блядь. Вот пускай сидят, нахуй, приходят ко мне в гости и занимаются с моим ребенком, нахуй. Не хочу, блядь, все, нахуй пошли все, блядь.